Первый в вооруженных силах Российской Федерации ремонтно-эвакуационный полк был сформирован не так давно, 1 декабря 2016 года, на основе Славянской ремонтно-восстановительной базы. За короткое время существования военнослужащие полка неоднократно принимали участие в учениях, успешно выполняли все специальные задачи. Свой дух и летие полк отметил торжественным собранием, которое прошло в городском Доме культуры. Славянская ремонтно-эвакуационная полка от военнослужащих в укрепление обороноспособности страны, их высокий уровень профессионализма и боеготовности части. Это единственный полк из четырёх сформированных в каждом округе, который имеет более 30% личного состава, награждённых государством наградами, орденами и медалями. Ваш полк – это новая страничка в истории развития обеспечения войск. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель в своём обращении отметил, что сделать отдельный ремонтно-эвакуационный полк – правильное государственное решение, и сравнил их службу с работой фронтовых санитаров. Раньше во время боёв, когда наступает часть, и сам инструктор вытаскивает раненых с-под снарядов, с-под пуль, привязывает и отправляет. Вот эта бригада, которая сегодня отмечает два года своей службы, своей работы, опасной. Они также вытаскивают танки, боевую технику с обстрела и тут же в боевых условиях ремонтируют. Поблагодарил за всестороннюю помощь, которую руководство военной части оказывает городу и глава Славянска-на-Кубани Александр Берсенёв. Они тоже нам помогают, выставляют технику, потому что молодёжь и дети очень интересуются техникой, которая есть у нас в нашем полку. Хочу пожелать действительно удачи и всем нашим солдатам, воинам, офицерам и семьям благополучия, удачи и здоровья. В торжественной обстановке более десяти военнослужащих части были награждены высокими государственными наградами, среди которых медаль Суворова, медаль Жукова и Георгиевский крест четвёртой степени. Их вручил начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александр Шевченко. В завершении мероприятия он отметил, что полк высоко несёт своё знамя, которое он заслужил честным трудом. А также выразил надежду, что и впредь ремонтно-эвакуационный полк, базирующийся в Славянске, можно будет назвать лучшим в России.